Дорогие преданные, Харе Кришна! Итак, приближается в Ясапудзе Швапрабхупады в 2022. Швапрабхупада явился в 1896 году в Калькутте. Мы знаем эту историю, она описана, подробная, много раз, пересказанная. Всякий раз мы говорим об этой миссии Прабхупады, о его подвиге духовном. И мы видим, что Прабхупада становится исторической личностью уже в Индии за эти годы. Даже выпущена монета юбилейная с изображением Прабхупады. 100 рупий, по-моему, или сколько там. То есть Индия сейчас очень ценит искон, то, что Прабхупада создал. Комментарии Прабхупады, Бхага Вадхито, как она есть, все больше и больше обретает популярность в мире. Мир существенно меняется в этом смысле под влиянием проповеди Швапрабхупада и искон. И также есть какие-то очень тяжелые перемены в мире. Безусловно, есть какая-то деградация, есть такие ноты трагические. Но при этом можно видеть, что мир на самом деле меняет движение Прабхупады, может быть, не непосредственно, может, где-то что-то косвенно. Но, как Прабхупада предвиделось, что тенденция к мировому государству, она есть сегодня. И мир можно будет установить при помощи Шлематбагова. Он писал эти комментарии, видел уже картину этой тенденции мировой, глобальной, объединения всего мира. На уровне политики это очень сложно, это такая тема конфликтная. И поэтому актуальность книг Швапрабхупада становится сегодня, ну, в высшей степени, да, актуальна, в высшей степени, острой, это необходимость является. Необходимо распространять движение Прабхупада. Он тоже предвидел эту критическую, критические обстоятельства мира и говорил, что ночами не спите, думайте, как привлекательно распространять сознание Кришны. Он говорит, пожалуйста, относитесь к этому очень серьезно. Он говорит, что это великая наука осознания Кришны. Это призвано очистить весь мир. То есть он говорил такие вещи, такие фразы. Не просто, чтобы прославить свое движение, а чтобы мы понимали, какая на нас возложена ответственность. Вот эта Швапрабхупада, она очень тяжелая, она тяжелая. Она требует, оказывает давление на наш ум, на наши чувства, на нашу жизнь, что мы не можем спокойно жить для себя, имея знания, трансцендентные знания. И как подношение, что можно предложить Швапрабхупаде, я думаю, что надо предложить свою жизнь, то, что осталось так же, те годы, может быть, или месяцы, или дни, у кого как. Так, я думаю, это будет лучшим подношением, если мы будем думать, как использовать оставшееся время для того, чтобы Прабхупада был доволен. Все безоговорочно, конечно, принимают в Исконе авторитет Швапрабхупады, и не только уже в Исконе. Значение будет расти все больше и больше. Я думаю о миссии. У меня, конечно, есть и некоторые сентименты по отношению к Швапрабхупаде, есть определенная духовная привязанность, я думаю, она очень глубокая. Буквально на протяжении всей духовной жизни я чувствую эту связь, как и многие преданные. Своя ответственность перед Прабхупадой, перед своим духовным учителем, который непосредственно является его учеником, этот особый дух у его учеников, особый дух самоотречения, что ли, такой вот преданности чистой, беспремисной. На протяжении всей жизни, как пример моего Махараджи, он потерял здоровье фактически целиком, но продолжает также активно действовать при этом. Это уникальный пример. Также можно привести пример многих других учеников Прабхупада, которые совершают эти подвиги каждый день. То есть предлагают все возможные усилия, чтобы ИСКОН продолжал развиваться, чтобы был орган GBC, чтобы он управлял, чтобы преданные духовно прогрессировали, чтобы принимали саньясу, чтобы появились новые проповедники, чтобы была Варнаша Мадхарма, чтобы были школы Гуру Кулы, чтобы были счастливые семьи, чтобы люди получали это образование. Прабхупада, институт Бхактивиданте, праздники проводились, чтобы это счастье распространялось. Прабхупада, он покинул Вриндаван, чтобы проповедить в западном мире, ну, как преданные понимают разницу между западным миром и Вриндаваном, трудно покинуть Вриндаван, да, ехать на запад, если на западе нет ни храмов, ни духовных принципов, ни соответствующих даже поведения морального людей, вряд ли бы кто-то мог променять Вриндаван на Америку из преданных. Но Прабхупада приехал в Америку как житель Вриндавана, он не попал под влияние Америки, он не стал американцем. Это тоже пример редчайший. Все индусы, которые приезжали в западный мир, Англию или Америку, они, конечно, европеизировались как-то, пытались как-то приспособить ведическую духовную культуру к западному миру. И получалось нечто вроде клубов йоги, где люди изучали какие-то асаны, может быть, там ом повторяли. Ну, в общем, в таком поверхностном, очень простом, упрощенном виде. Некая такая была философская сахаджи, это люди что-то знали об Индии, о медитации, кто-то связался с наркотиками, духовную практику. Вот, появились, так сказать, хиппи, ищущие истину, которые отреклись от мира в каком-то смысле, отреклись от социальной деятельности, искали свое счастье в наркотиках, в свободной жизни, в свободной любви. Это был запад. Запад. То есть полный хаос в умах, брожение, неопределенность, какие-то кризисы материальные в материальном мире, напряжение, конкуренция постоянная среди людей, сообществ. Это сильно отличалось от Вриндавана, где нужно жить именно умом. Поэтому физически невозможно попасть во Вриндаван, и проникнуть во Вриндаван нужно именно думать о Кришне. То есть это место для Арамахамс. И пропад, вот жители Вриндавана, вечные обители, вечные дхамы, был погружен во Вриндаване, в сознание Кришны, и молился Рупи Гасвами, своему духовному учителю, чтобы он смог донести это учение до западного мира, до умов западных людей. Иногда он даже плакал об этом. Был готов на многое, чтобы выполнить ту волю духовного учителя. У него были две вещи – воля духовного учителя и метод господочитания, который он использовал. Это метод логики и аргументов. Для западного мира это было главное. Западный мир не признавал, может быть, священное писание так, или шастры. Не основывал свою жизнь на священных писаниях, не обсуждали священное писание в политической среде или в других сообществах. Люди жили по собственной прихоти в большей-меньшей степени. И они принимали логику аргументы. Поэтому, что касается Бога, то людям нужно было доказать его существование. Слепо так вот просто что-то принимать, ну, было поверхностно. Опять какие-то религиозные секты, какие-то клубы. Весь мир был полон уже этих отделений. И они его спрашивали, вы еще одну нам религию привезли, да, у нас тут сотни секций всевозможных в Америке. Вы нам еще одну религию привезли с Индии. Но Пропа сказал, нет, я привез то, что вы давно забыли. То, что вы потеряли. У вас есть все, нет только мира, нет любви к Богу. Вы забыли Богу. Ну, смелый вызов. Один, да, пожилой индеец приехал и такие вещи говорит. Продвинутым, богатым американцам. Настолько богатым, что там уже машины по вечерам освещали все улицы. Говорит, не нужно электричество, не нужно фонарей. Машины все освещают. У каждого машины, в каждом доме есть специальный такой ящик. И вы включаете экраны, можно знать все, что в мире происходит. Он так видел Америку. Он поражался этому прогрессу техническому. И при этом он, конечно, видел состояние духа западного мира. Это дух чувственных наслаждений. Это дух лакированной животной жизни. Это интересы сугубо телесного характера, это национального характера. И он стал говорить прямую проповедь, прямые вещи, правду. Западным людям. Шелкова Павли. Его имя Абай. Шарана Равинда. Абай, значит, бесстрашный. Мог сказать, бросив вызов всему продвинутому западному миру, научному прогрессу, всем ученым, материалистам. Бросал этот вызов смело. Это все записывалось, это все публиковалось. Он выступал. Открыто, бесстрашно это делал. И, наверное, все же этого было недостаточно. Вот такой смелости и знаний, чтобы распространить по всему миру духовную науку, пришедшую с древнего какого-то востока, непознанного, непонятого западным миром. На огромной дистанции это находилось запад и восток. Если бы пропадание привнес это духовное блаженство, которое удерживало эти чувства и ум людей, привлекало людей к движению. То есть он на самом деле имел эту сильную любовь к Кришне. Сильную любовь к Кришне, которую люди могли чувствовать в общении с ним. Поэтому то, что он сделал, конечно, это чудеса. Он сделал, создал эту трансформацию людей, далеких совершенно от Бога, с запутанным умом, с греховным прошлым, рожденными в такой среде материалистичной. Он просто их делал чистыми. Изначально, как бы, вот, духовными. У них пробуждалось спонтанно преданное служение в общении с правопадой. Молодые люди принимали саньясу, стремились к отречению, стремились выполнять его святую волю. По сей день, то есть пожизненно, это не был какой-то временный порыв этих преданных. В течение всей жизни, сколько мы их знаем, уходят с мыслями Ашли Павлопады, уходят из жизни с мыслями Ашли Павлопады. Они все глубже и глубже думают о Кришне, о Святом Имени, о Своем Духовном Учителе. Я не знаю, как рассказать Ашли Павлопаде достойным образом, ну, нужна какая-то особая квалификация для этого. Как говорится, чтобы понять отца, нужно самому стать очень взрослым человеком. Ну, до какой-то степени я уже взрослый человек, но все же в отношении Павлопады я еще, конечно, несмышленый ребенок. Поэтому мне очень трудно. Но я могу чувствовать его присутствие, его доброту, эти великие глубокие знания, которые проникают вглубь. На этом строится, собственно, вся моя жизнь, на проповеди. А что такое проповедь? Мы просто читаем книги Павлопады, разъясняем, объясняем, обсуждаем. И мы видим, как строится наша жизнь в основе этого, наши отношения новые, наши движения, искон. Уже несколько поколений существует преданных. Уже наше поколение наступает в роль иницирующих духовных учителей, то есть продолжается преемственность. И также уже у нашего поколения появляются ученики, которые в свою очередь тоже продолжат эту преемственность. Что-то Павлопад нам дал неизменное вечное сердце. Есть в этом большая загадка, как это движение поддерживается и существует в таком сложном социальном мире. Ведь мир, он очень разнородный. Страны, культуры, отношения национальные, международные, политические, очень сложные. На таком фоне создать международную организацию, где есть мир, процветание, развитие, немыслимо. Но никому это не удавалось, как Павлопаду, что даже ООН эту задачу не выполнила. Организация Объединенных Наций так не смогли объединить мир. нет таких материальных средств. И вот один, основатель Ачаря делает это на наших глазах. И нам приходится ломать, где-то превозмогать свои материальные привязанности, привычки, национальные, убеждения материальные. ради Шила Павлопада, ради служения, Кришне, который мы не хотим оставлять. Нам приходится так менять себя с большим трудом, но все это делают. Все преданные становятся смиренными, что очень трудно достигается, что, собственно, недостижимо материальными усилиями. Все преданные соблюдают регулирующие принципы, живя в западном мире. Они не едят ни мяса, ни рыбы, ни яиц, ни интоксикации, не принимают, не играют в азартные игры, не занимаются незаконным сексом. Хотя бывают какие-то ошибки, но в целом эти стандарты остались неизменными в Исконе. Они хранятся как достояние правопады. И все счастливы именно следовать этим принципам, стараться, если даже не получается, все равно оступаются, но люди стремятся. Это все внутри связано с отношениями с Рашилой Прабхупадой. Они очень дороги нам. Хотя отношения нам очень дороги. Наверное, это страшно для предного утратить вот эту связь с Рашилой Прабхупадой, которая дает нам Кришну. Нашу жизнь приносит Кришну. Я просто хочу предложить поклоны всем Ващнаму в этот день, всем последователям Шилы Прабхупады, прямым или косвенным, неважно. выразить почтение всем людям, которые читают книги Прабхупады, те, кто покупает эти книги, интересуются, кто помогает движению Искон, всем лидерам также, кто берет ответственность за это движение. Хочу выразить вот свое почтение как направление Шилы Прабхупады. Это все для меня проявление его личности, мировое проявление личности. Сегодня уже мир стремится к вегетарианству. Такие серьезные перемены происходят. Хорошо. Шилы Прабхупада, Ки, Джая. И что, наверное, самое главное, что дал нашего Прабхупада, это воспевание святых имен, это настроение Господа читания, санктиртана ягья. Это главная основа нашего движения. Прабхупада, он воспевает в экстазе, говорит в экстазе, пишет в экстазе, общается в экстазе. Говорит, что все начинается именно с этого воспевания. Поэтому воспевайте и будьте счастливы. Давайте продолжимся еще больше на воспевание святых имен. Это харинам, это хорошая джаба, это хорошая садана, это чтение книг Прабхупады. Давайте найдем в себе силы и время, чтобы серьезно, серьезно продолжать эту практику. Я уверен, что значение движения Прабхупада и его личности будет расти, только расти, как это и происходит, и будет расти дальше. И мы даже не знаем, до каких пределов это может расти дальше. Слава Прабхупада, она пересечет все ожидаемые границы. Таково мое мнение, дорогие преданные. Спасибо, всем желаю хорошего праздника. Их делаем что-то, Слава Прабхупада, это такая разная. это такой праздник, и там интуица, 6-3-4-3-2-3-4-3-4-3-4-2-4-4-4-5-4-4-6-4-5-8-7-6-7-6-4-6-6-6-7-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7,7-7-7-7-7-7-7-7-7.m.